В СССР учрежден государственный информационный монополист. Короткое слово ТАСС – это коллективное имя людей, помогающих нам держать руку на пусе планеты. ТАСС – телеграфное агентство Советского Союза. Каждая важная новость должна быть сформулирована официально. А об особо важных ТАСС уполномочен заявить Кремлем. Мы немедленно придадим самые широкие огласки сведения, полученные советской контрразведкой. ТАСС уполномочен сделать по этому поводу официальное заявление. Правительственные информагентства были в России и до революции, но, конечно, не монопольные. 19-й год. Молодая Советская Республика в опасности. И на агитпоездах, пустых окнах магазинов появляются яркие плакаты с меткой стихотворной строкой. Большевики основали РОСТА – российское телеграфное агентство, которое в гражданскую войну особенно прославили агитвитрины «Окна РОСТА», для которых рисовал и сочинит большинство текстов Владимир Маяковский. Мы подбили капиталу одну щеку, но ручки сложат, нельзя сесть. Будем на щеку. Еще живет капитал, еще может попробовать лезть. РОСТА некоторое время просуществует как республиканское отделение ТАСС. Подобные будут во всех союзных республиках. 5 сентября 1949 года ТАСС сообщил, Советский Союз обладает атомным оружием. Главное дело ТАСС – быть единственно верным источником информации. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. События в СССР как бы и нет, если о нем не распространена ТАССовка – сообщение госагентства. В этом ТАСС даже важнее главной газеты – правды. Новость номер один. Для нее специально оставлено место в газете. Полет международного космического экипажа. Которая потом может написать про новость сколько угодно всякой журналистики. Но сначала напечатает ту самую тасовку. Главные новости о жизни Франции стекаются сюда. В дом номер 130 на улице Рю де Курсель. Где находится отделение ТАСС в Париже. В Зрелом СССР каждый важный для власти текст будет публиковаться трижды. Сначала телеграфом, телетайпом для подписчиков ТАСС. Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер. Потом его прочитают дикторы радио и телевидения. А на завтра он выйдет в газетах. После социализма больше 20 лет названием будет и ТАРТАСС. Еще и информационное телеграфное агентство России. Но потом сочтут, что старый бренд все-таки сильнее. И агентство снова станет ТАСС просто. Продолжение следует...